Дубль, третий я так полагаю, да? Всё, ребят, всем привет! Сегодня у нас не ностальгия, сегодня у нас будут коронавирусные страны. Ну, так скажем, в те страны, вот я им искренне сочувствую, на самом деле нет, потому что, ну, как бы меня это не касается, поэтому я не могу им искренне сочувствовать, вот. Но, как уж могу, так могу, вот. По названию вы уже догадались, что сегодня у нас страны, в которых максимальное число заболевших коронавирусом, вот. Тут России, тут не будет, ребят, России нет, Россия, слава, ну, вы поняли, кому пока что ещё не, ну, вы поняли. Вот. Рекордсмены по, так скажем, заболеванию, это у нас Испания, это у нас Италия, и это у нас Америка тут есть или нет? Так, Аргентина, Австралия, Австрия, Бельгия, Боливия, Бразилия, Болгария, Камерун, Чили, Каумбия, Кардивар, Дания, Дания, Эквадор, Египет, Англия, Финляндия, Франция, Германия. По-моему, где-то здесь она была, Греция, Венгрия, Индия, Ирландия, Ирландия, Зеландия, Корея, Ирландия. По-моему, слушайте, ребят, тут ещё прикол такой, тут есть Северная Ирландия и просто Ирландия, это просто чудо, и зачем две... Вот, Ирландия и Реланд, я вам так... И Северная Ирландия. Это, по-моему, мне кажется, заявка на следующий видеоролик, ну, так, шуточный. Вот. Во, United States of America. Вот. Ну, ещё один видос, мы снимем противостояние. Не буду спойлерить, потом просто уже узнаете. Вот. Ну, так как Италия и Испания, это две самые, ну, так скажем, мощные, ну, одни из самых мощных сборных, поэтому вот Италия и Испания, поэтому я всё-таки буду играть за США, по-моему, там больше всего заболевших. Ну, и вторая сторона, там, по-моему, Италия и Испания, они вместе идут, но в Италии чуть побольше. Вы можете это всё дело... Почему я Корею выбрал, непонятно. Вы можете всё это дело загуглить, посмотреть, но без матч-дэя, вот. Ну-ка, а если с матч-дэем? Разницы, в принципе... Так, сейчас, секунду. Вот, в принципе, я думаю, разницы Италии или Испании я не вижу, вот. Потому что всё равно, в любом случае, я буду играть за США, которые, ну, по крайней мере, гораздо, 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 ещё раз... Так, а Болотели... Так, тогда я матч-дэя вырублю, чтобы Болотели против... Чё я делаю? Чтобы Болотели против меня сыграл, ну, чтобы была максимальная сложность. Так, форма сборной... Ну, вот, пусть так будет. Ну, я хочу в белый, поэтому я буду играть в белый. Вот. Хотя, подождите, ладно, окей, это прикольнее. Вот, ну, и также наш любимый мяч... Это что? Это правильно. Сегодня попробуем сыграть этим мячом. Вот. Ну, и также состав у нас кто тут есть? Слушайте, у нас есть Геркулес. То есть, понимаете, вот этот Джонсон, Донован и Алтидора, это... Аааа... Геркулес. Вот кто нам поможет. Смотрите, есть игрок Джонсон, который... ЛП... Ну, он как бы защитник. Но он как бы и... Он как бы и ЛП. То есть, такой, знаете... И Цапник даже. Может, даже и ЦП. Мне очень интересно сейчас. Ну-ка, ЦП. Таких универсальных игроков, на самом деле, очень мало. И их, естественно, нужно оценить. Вот. И почему-то у меня здесь... Так. И почему-то у меня здесь вот так. Сейчас мы с составом разберемся и будем уже играть. Почему-то какой-то Эванс у нас здесь на ПОЗе. Я не понимаю, зачем, если можно поставить Камерона, вот этого вот, 73 рейтинг. Ну, типа, зачем? Ну, так как у нас дефицит защитников, Джонсон будет играть на защитнике. И вот так. Да. Все. Так, а это у нас кто? Это у нас, я так понимаю, просто ЦП, который нам не подходит. Ну-ка, ты у нас подходишь, ты у нас не подходишь. Видимо, тут мало кто подойдет на эту должность. Ну, окей, Брэдли пусть там сидит и пусть играет на отсопнике. Вот. Мне, в принципе, не принципиально. Ну, и также пару. Вот так вот, вот так вот. ЦАП, ПП. Два нападающих. Зачем нам два, если нам нужен один. И поэтому мы сделаем, кстати, игрок с именем Микс забавно. Джонсон, мы его уберем и мы сделаем, да, пусть у нас Микс будет на замене. Ну, и капитаном у нас будет всеми известный Геркулес, который, кстати, Дэмпси проигрывает во всем. Ну, окей, пенальти будет бить тоже Геркулес, штрафные удары. Ну, окей, пусть будет бить Дэмпсей право-левый угол, но тут уже неважно. А, Зузи будет бить, окей. Ну, также Буфон против Говарда. Опять я буду играть против Буфона. И, слушай, мне, если вы смотрели Наполи-Ювентус, если не смотрели, вот предыдущий видос Наполи-Ювентус. Ну, он появился, может быть, ранее. Там, я не знаю, когда я подсказку нажму. Вот. В общем, посмотрите. Ну, и также можете посмотреть все предыдущие видосы по данной рубрике. Вот. Ну, игра на флангах, контратака, это, конечно же, нам нужно все. Остальное нам не нужно. Вот. Остальное нам и нельзя выбирать. Вот. Состав еще раз. И, в принципе, 6 минут. Звезда футбола – самая сложная сложность. Здесь, ну, для меня она, на самом деле, не такая уж и сложная. В общем, поехали. Все. Это бич-стадион, я так понимаю. Ну, в Америке. Это же загнивающая Америка, ребят. Тут это вам не зенит-арена, где бюджет попилили, так сказать. Вот. Там еще собака вон вводит. Ну, у нас бисклейки сегодня. Не будем смотреть, как тут показывают сборные. Это мы все знаем. Там целых 2 минуты их показывают. Бессмысленно. Вот. Италия у нас играет так по схеме. Мы 4-2-3-1. А Италия 4-3-3. Очень интересная схема. Тем более, что Дероси почему-то играет на правом, я так понял, в Вингере. Ну, и у нас тут почему-то Дера в обороне. Но мы, я думаю, сегодня, ну, естественно, победим итальяшек, макаронников. Вот. Я думаю, что, по крайней мере, мы сегодня победим. Вот. Естественно, мы не будем играть сегодня первым номером, потому что преимущество не то, чтобы прям полное, но оно здесь есть. Но мы вот здесь даже по флангу можем пройти. Так. И вот так обыграть, но... Так скажем, счастье, оно не без... Давай, 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 да! Слушайте, первый гол. Я думаю, вам слышны... Слышны овации трибун. Несмотря на то, что это Буфон, я постарался и я смог. У него есть фейс. Подождите, у него есть фейс. Нет, здесь у него нет фейса. А вот, по-моему, у следующего. Сегодня мы, кстати, играем вот таким мячом. Монтолио. Какой-то, видимо, крутой игрок тоже с фейсом. Вот. Тоже черно-белый, но немножко другой. Вот. Отскок. И здесь, к сожалению, не Геркулес, а Демси. Это у нас, я так понимаю, цапник. Вот. Мне нравится такая анимация, когда вратарь так делает, но... В общем, гол. 1-0. Все. Все, Италия, до свидания. Так, запись-то идет. Да, то бы сейчас было бы прикольно мне. Вот. Ну, все. Все. 1-0 есть. Поехали, собственно, дальше. Ну, тут разводим. У них есть Росси. И у них есть Д-Росси. Серьезно, что... Маркизио. Вот у них Росси. Кстати, у него тоже есть фейс. И у них есть Д-Росси. Серьезно, что ли? Блин. Д-это он, что там, граф. А Росси это простой пролетарий, простолюдин. Я просто не понимаю, как тут градация идет. Вот. Ну, так как у нас нет феодального общества сейчас, поэтому никаких графов там под Д-нету. Это просто там по наследству ему. Вот. Назвали Д-Росси. Вот будешь Д-Росси. Я не знаю, как это работает. Ну, итальянцы. Ой, это что такое было? Это был от Эли, да? Все-таки надо было его... Не надо было его выпускать, потому что он, видите, как бьет. Вот. А что, бухать меньше надо? А, что ты хотел? Футбол это вещь такая. Нужно им заниматься... Мне еще интересно, есть ли у Ховарда фейс. Ну, мы сейчас это все, конечно же, посмотрим. Так. Или Говард он... Нет, он похож на Лысого и сами, знаете, каких непристойных фильмов. Вот. Но здесь очень все пока что неплохо. Мы играем в дальний, я так понимаю. Ну, в широкий. Или как это правильно назвать? Пасс. Вот. Ну, здесь Джонс. Ну, и все. Вот. А минус этого широкого пасса в том, что нету мобильности, нету, так скажем, плотности игры. Вот. И это, конечно же, минус. Там кто-то матькнулся на поле. Я слышу, это еще непристойное слово. Какой-то дебил, малолетний, сказал. Вот. Вот. Это FIFA. Тут всякое возможно. Тем более фанаты. Они в основном бывают неадекватные. Как я это выяснил. Побывав на матче Спартак... О, тьфу. Какой Спартак вы чё? Побывав на матче Рубин-Урал. Ну, вот. Ну, я, в принципе, там тоже был немного не в себе. Когда орал на эти косоногих дебилов. Которые не умеют, мне кажется, играть в футбол. От силы вообще. Как их только... Не важно, что в русскую. Но Россия... Ну, она была топ-6. Лиг Россия, да. А сейчас понемногу Португалии... Ну, португальскому чемпионату она уступает. Наша лига. Но, все-таки. Она находится на седьмом месте. И в лиге, которая находится на седьмом месте, так играть, это, извините меня, минимум... Ну, я не знаю, как это называть. В общем, хреново так играть. Кто это был? Брядли. Еще один. Слушайте, ну, в Америке лысых из непристойных фильмов очень много. Потому что там хорошо платят, естественно. Но иногда в перерывах между фильмами они играют в футбол. И это был бы гол, я так понимаю, да. Но здесь у нас стандартно два притопа, два прихлопа. И давай-ка забей нам. Но не получилось. Ну, здесь Болотель. Мы у него... Да, получили мяч. Но в итоге удар получился каким-то... Ну, да. Как я недавно в челлендже так же пробил. Вот. Можете, кстати, мой этот... Ну, не челлендж, а просто... Ну, это просто футбольная тренировка была. Пару неплохих ударов было. А вот это шанс у нашего... Античного персонажа. Но он его упустил. Он его упустил. Я даже не понимаю, почему он не пробил. Ну, слушайте. Ну, здесь вот. Бери и бей. Просто бери и бей. Ну, здесь он пробил, кстати, неплохо. Практически рядом со штангой. Вот. Ну, я думаю, у нас еще будет очень много моментов. Напомню, что первый гол, который я забил, это практически чистая... В случае, что это за повтор такой? Серьезно? Это разве крутой повтор? Ну, фифа, как обычно у нас. Что-то непонятное делает. Окей. Владеет пока что... Пока что Италия. Сейчас мы это все исправим. Да, все. Ну, все. Том-аут. Поэтому до свидания. Брэдли у нас это связующее звено, которое обосралось. Ну, здесь удары. Люблю повторы смотреть. Так, дорос. Я просто не понимаю, почему он не на... Под... Это что там, перелом ноги? Под... Парень, мне тебя жаль. Давайте свечку я ему поставлю, что ли. Ну, потому что... У него там перелом всего. Прощай, карьера футболиста, которая была... Проходила недолго. Вот. Ну, окей. Не люблю я схему 4-2-3-1, потому что, ну... От силы совсем я ее ненавижу просто. Ну, что же делать, если... США раньше так играли. Вот. По такой схеме мы не изменяем традициям. Зачем нам что-то новое привносить, если что-то работает. Но, по крайней мере, не в моих кривых ручонках. Это я утрирую, когда говорю кривых. Они нормальные. Вот. Мы пока что не можем выйти из обороны. От силы совсем практически. Тем более, нас еще и обкрадывают. Но, да, спокойно, спокойно. Говард. Говард. Когда я говорю спокойно, это значит спокойно. Мы с тобой не в игры играем. Бить не умеешь вообще. Но, на самом деле, если ты правша, бьешь правой ногой с острого угла, вот лично для меня это сложно. Закрутить с левого в правый, ну, закрутить просто с левого, либо пробить с центра, для меня это еще более-менее. Хотя, бью я, честно говоря, не очень. Вот. То есть, то бить с правого угла, это, извините меня, только рандом мне поможет. Окей, давай, давай, еще финт. Ну, окей, давай, Брэдли просто... Ай, удар говно полное причем. Ну, там был шанс у Геркулеса, но он его тоже, я так понял, просрал. Вот. Защита у нас что-то куда-то пятится, телится, я не знаю. Не хочет отбирать мячи, бережет электроэнергию у себя в организме. Окей. Надо их на какую-нибудь, я не знаю, тренировочку. Так, хорош, хорош. Это у нас Джонс, да. Давай-ка сюда, Джонс. Так, Кэмерон. Кэмерон. И Зузи, 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 Зузи. Это наш же мяч, да? Да. Да, это наш мяч. Здесь Зузи. Опасно Брэдли. И Брэдли давай. Ой, ну зачем? Удар, кстати, мог быть неплохим, если бы не поидурок из итальянской сборной. Вот. Удар был очень даже перспективным. Ну, окей. Джонс. Здесь Кэмерон. Зузи. Зузи, давай. Плэйс. Ну, ладно. Тупо бежать. Это не вариант. Я согласен. Но что-то у нас как-то не клеится, потому что 1-0 всего лишь. Ну, хотя бы мне забейте, я не знаю. Давайте, пацаны, хотя бы итальянцы мои любимые. Давайте мне забейте хотя бы. Чтобы хоть немножко голов побольше было. Но я знаю, что вы мне не можете забить. И я вам тоже не могу забить. Фух. Что ж там греха таить. Если они ничего не могут. Вот. Ну, я напоминаю. Если вы все еще смотрите этот трэш FIFA, предлагайте другие идеи. Вообще, различные матчи. Там даже 90-х годов я попытаюсь как-нибудь их сделать. Но если уж там, я не знаю, какие-нибудь 93-го года начало, то, естественно, я это сделать не смогу. Потому что у меня нет таких... Просто как я это сделал? У меня нет таких составов старых. Вот. Что-нибудь типа там... Спартак 98-го года против Динамо от того же времени. Начало 2000-х там 0-1. Я смогу это сделать. Это, кстати, Геркулес был. Да. Я смогу это сделать. Это не так сложно. Отмечу, Геркулес получил сегодня у нас шанс. Потому что в команде он является чуть ли не четвертым нападающим. Ну и давай как-нибудь кто-нибудь допробейте, называется. Вот. Ну тут... Да, тут... Тут же должен быть наш мяч. Ну, пацаны, что вы делаете? Так. А, так. Так. Балателли. Ну, он далеко от нас не убежит. Я думаю. Мне интересно, какая скорость у Балателли в данной версии FIFA. Очень интересно. Честно. Вот. Геркулес почему-то оказался на правом вингере. Ну, окей. Я думаю, здесь под... Да. Здесь только угловой. И все. Ну, слушайте. Надо попробовать через три притопа. Потому что два неэффективно. Так. Ну, потому что там большое скопление защитников. И что-то предпринять такое крутое не получается. Столько. Один раз... Балателли серьезно. Серьезно. Ты уже устал. Ну, я говорю. Пить вредно. Алкоголь вредно. Только безалкогольное. И все. Это максимум, что ты должен употреблять, когда ты футболист на многомиллионном контракте. Не в рублях, а в евро. То есть ты должен соответствовать. А тут, ну, что он. Уже на 50... Ну, в 50-х минутах он уже устал. Все. Ну, это минимум плохо. Если не сказать, что это ужасно. Это ужасно. Вот. Кстати, время подумать о заменах. Надо кого-то кем-то заменить. Ну, пока рано. Где-нибудь в 70-х минутах мы что-нибудь предпримем. Здесь пока навес хороший. Зузи. Но Зузи не умеет обрабатывать мяч. Тоже вообще не умеет. Окей. Мы попытаемся. Знаете как? Не так. Не так. Сейчас мяч отберем. Я вам покажу, как. Мяч отобрать. Иногда полезно. Иногда полезно. Она отрезвляет. В общем, она полезна. Ребята. Но не стоит увлекаться с ней. Вот. Так. Давай. Давай. Плес. Геркулес. Давай. Не получается у него это сделать. Прессингуем мы итальянцев тоже так себе. Но, да. Вверх тоже не можем выигрывать правильно, как это нужно делать. Итальянцы. Я вообще не понимаю, как они все еще. А, ну да. 1-1. Они же забили мне. Ну, только по моей оплошности. Так они мне вообще ничего не могли сделать. Ну, окей. Я думаю, я вас мучить не буду своими речами. Дальше. Если будет 90 минуты и какая-нибудь ничья, то я просто сделаю пенальти и все. Не буду уже там играть 90 минут. Потому что мне самому не нравится играть в эту игру. Серьезно. Когда играешь в FIFA очень много. Ну, это два матча. Я сейчас записываю сразу же после моего первого видоса на сегодня. Вот, ну, опять на Зузи. И просто, просто твоя задача просто пробежать. Быстро и хорошо. Давай, давай, парень. Оооо. Это травма, да? Ну, во-первых, это должна быть карточка. Это просто в любом случае. Так, Зузи. Джонс и Джонс. Ну-ка. А Зузи мог пробить? Нет. Зузи тут вряд ли мог что-то сделать. А вот Джонс, кстати, так же, как и я нагнулся, когда пробивал Максим. Если ты смотришь, да, привет. Вот. Если ты смотришь до этого момента, тоже нагнулся при ударе. Но пробил не так, как я. Я, оказывается, лучше, чем этот Джонс. Ладно, окей. А вот это я не понимаю, как произошло. Ладно, все, понимаю, тут действительно ему досталось. Все, давайте сделаем пару замен. Геркулес, ты сегодня просто каши мало поел я, видимо, да? Ну и корону. Посмотрим, что. Я понимаю... Тьфу. Что-то у меня уже... Опять лысый из непристойных фильмов. Корона, я так понимаю, это... Тот самый, который из Краснодара. Я могу заблуждаться. Там, по-моему, это не тот. Корона. И вообще коронов и в Краснодаре... Ну, это как-то странно звучит. Фух. Брысь. Пожалуйста, Камерун. Мигрант, видимо. Вот. Зузи. Но он просто... От него требуется просто отдать пас на Донована. А у Донована, я думаю, хотя бы приличные удары. Ну, удары приличные, но... Ну-ка. У него даже фейс есть. И фирменная причесочка. Серьезно? Да ты у нас, я смотрю, крутой футболист. Ну, здесь я прострелить не мог. И, кстати, удар-то не в ворота. Это просто буфон затащило для галочки. Ну, здесь один притоп попробуем сделать. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это просто ужасно. Очень, очень ужасно. Ну, 1-1, я думаю, дело идет к пенальти. Медленно, но уже очевидно, что дело идет к пенальти. Главное, нам хотя бы не пропустить. Ну, потому что в пенальти я бью практически безупречно. В этой игре, по крайней мере. Вот. Ну, и так, Джонс здесь в центр. Да, микс, мега-микс там. Не понимаю, какой дебил дал этому человеку такое имя. Но, видимо, в Америке такие есть. Особо одаренные люди. Вот. Так, ну здесь Демс и Джонс. Что-то вообще нет вариативности в атаке никакой. Я не знаю, кому отдавать пас только через зад. Вот. Получается играть. Да и то Росси здесь забрал у меня мяч. Гад какой. Корона, давай. Да, блин, я не тот финт хотел делать. У него фейс, что ли, здесь? Нет, это обычный, я так понимаю, мигрант. Да, финт хороший, но надо было делать простой наш отечественный советский финт. Который делается очень просто. Но он его не сделал, потому что он капиталист. Вот. Ну и так, Джонсон, Донован сюда. Так, мы сделаем сюда. И просто возьми, давай, первый на мяче. Молодец, Сусь. Я не знаю, он никогда так упорно не играл, видимо. Потому что я чувствую, что он уже устал. У него и так скорость-то не какущая. Он еще и сегодня напотел на целых три игры, наверное, я не знаю. Ну и Джонс у нас сегодня связующим звеном был. Сделал пару ударов. Но на самом деле так себя... Хорошо себя он не проявил. Вот. Начнем с этого. А закончим тем, что сейчас у нас будет серия пенальти. Да. Ну, во-первых, у нас будет бить Ховард. Это очевидно. Вместо... Вместо Демпси. Окей. Несмотря на то, что Демпси забил гол. Ну и хватит ему, в принципе. Окей, давай, Говард, только не тащи, пожалуйста. Да, в принципе, Буфон мог такое затащить. Потому что не совсем в угол. Окей, Говард, давай вправо, да? Серьезно. Это даже не сейвилось по-любому. Потому что если бы я даже сделал влево, то вряд ли бы он... Крученый. Нет. А в моде FIFA 14 на составы 20 можно было крутить. А здесь почему-то только вот такие удары. О! А нога Кенфеева у Говарда тоже имеется. Вот сейчас еще раз подкрутим, попробуем. Нет. Ну, как бы, это получается как просто удар. Ну, вот, как крутит Харикейн. Я думаю, вы видели. А вот сегодня увидел. Он, то есть, ногу ставит. И он там так круто крутится туда. Вот. И в моде у меня так же получалось. А здесь он просто, смотрите, он просто делает удар. То есть, мощный такой, типа, ну и все. Почему-то двойной герой я получаю. Не знаю, почему. Ну, мы сейчас посмотрим сведения о матче. И по некоторым аспектам. Так, 1-1, 12-6, 7-2, 43-39, 1-1, 0-0, 4-0. Это говорит о том, что я больше атаковал, больше бил по воротам. Удары по воротам, кстати, тоже больше. И это хорошо. Оффсайды 2. Точность по 100, 81. Ну, мы американцы, да. Они итальянцы. Они более футбольная страна. У них 84. Ну, и владение мячом я отдал итальянцам немножко инициативы. 51 против 49. В общем, ребят, спасибо всем, кто досмотрел до конца. Все еще, что можно? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В общем, всем пока. Я пойду что-то отдохну. Историю почитаю, в общем, на карантине. Ну, на самоизоляции я не болею просто. В общем, вот сейчас посмотрим, как еще раз забил наш крутой парень в самый угол. Думаю, вам видно. Вот, все, круто он забил. В общем, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok